Ну и сколько это будет продолжаться? А если бы там был человек? Или вы уже забыли случай на проспекте Ленина? Негодует блогер «Предатор Самара» по поводу очередного провала в городе. Сегодня около 9.30 утра прорвало теплотрассу возле торгового центра «Айсберг». Оказывается, узнал автор, прорыв был такой силой, что обломки асфальта разлетелись по всем окрестностям. Из-за этого пострадал припаркованный рядом автомобиль «Рено». У машины полностью выбило заднее стекло, а переднее покрылось трещинами. В салоне же образовалось целое озеро с обломками щебенки. А вот другая Самара, что на Тихоокеанском побережье Коста-Рики, пострадала полностью. Тезка города на Волге стал эпицентром мощнейшего землетрясения. Об этом сообщил блогер Кирилл Панкратов, первым поведавший о существовании иностранной Самары. Подземные толчки, пишет автор, стали самыми сильными в регионе за много лет. По данным геологической службы США, землетрясение доходило до 8 баллов по шкале Рихтера. Как минимум три костариканских самарца оказались убитыми, еще более 30 ранеными. Очень много для костариканской Самары, в которой проживает всего несколько сотен жителей. Разрисуй автобус. Самарский хоккейный клуб ССК ВВС объявил конкурс для креативных и талантливых болельщиков. Покажите, как должен выглядеть наш клубный автобус. Информацию об инициативе хоккеистов разместил блогер Игорь Кондратьев со ссылкой на сайт команды. Автобус нужно разрисовать на бумаге с четырех видов. Спереди, сзади и с двух боков. Обязательно на рисунке должны присутствовать элементы, связанные с клубом ССК ВВС. В качестве приза победитель получит клубный свитер и абонемент на следующий сезон.